Ержан Карабаев выращивает люцерну, рис и хлопок. Фермерское хозяйство еще пока держится на плаву, тогда как некоторые из его коллег уже закрылись. Все потому, что подорожало все – комуслуги, расходы на дизель и даже цены на удобрения. Если в прошлом году фосфорные удобрения продавали по 145 тенге за килограмм, то в этом году цена выросла до 250. Но даже за такую цену фермеры не могут вовремя получить удобрения. По словам агрария, потребность фермеров в фосфорном удобрении только в Шардаринском районе около полутора тысяч тонн, а получили они лишь порядка 100 тонн. По словам представителей местного управления сельского хозяйства, аграриям выделят удобрения после того, как вступит в силу постановление Акима. Со дня на день его должны подписать в Министерстве юстиции. А вот на цены, говорят специалисты, повлиять не могут. За январь-февраль этого года подорожали практически все нужные для выращивания растений удобрения. Из-за того, что цены подскочили, возникла и еще одна проблема. Субсидий на удобрения может на всех не хватить. Бюджет закладывали в прошлом году. Тогда власти региона рассчитали, что 4 миллиарда тенге на покрытие половины расходов за удобрения хватит. Теперь нужны еще 2 миллиарда. Из областного бюджета их не дадут. Одна надежда на минсельхоз. Иначе цены на хлопчатник, рис, лицерну и другие культуры значительно вырастут. Президент в своем послании потребовал обеспечить аграриев необходимым объемом топлива по приемлемым ценам и проверить готовность сельхозтехники, запасов семян и удобрений. Анастасия Новикова, Ирландик Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».